Всем привет. В прошлом видео про шпроты мы обозревали вот такие шпроты Капитан Морей за 70 рублей. Шпроты, кстати, настоящие. Они изготовлены из балтийской кильки. К сожалению, многие не знают, что балтийская килька и шпрот это одна и та же рыбка. По-латински вот Spratus. Что здесь абсолютно правильно, точно и написано? Балтикус. Мороженое. Шпроты это не способ приготовления рыбы. Это именно сама рыбка шпрот. Ну так уж у нас повелось, что шпроты стали изготавливать из любой рыбы. Из лаки и из кильки даже встречается. Но настоящие шпроты изготавливают только из рыбка. Из рыбки под названием шпрот, либо килька балтийская. Не путать с обычной килькой. Это разные совершенно рыбы. А сегодня у нас на обзоре вот такие вот шпроты в масле. Аквамарин. Эти консервы изготовлены в Крыму. Давайте посмотрим на состав. Шпроты в масле из анчоуса. Консервные рыбные. Масса нету. И почему я их купил? Потому что состав. Смотрите, рыба-тушка хамса. Хамса обалденная рыба. Очень вкусная. Мы ее очень любим. Она у нас добывается. Ну, не только у нас по всему миру. Хамса добывается только зимой. Летом ее не вылавливают. Она невкусная. И хамса бесподобная рыбка. Честно сказать, вот если бы они тут написали хамса копченая в масле или прикопченная в масле. Я думаю, эти консервы пользовались бы большей популярностью. Потому что хамса, это же европейский анчоус. Очень ценная, деликатная и очень вкуснейшая рыбка. Так, давайте посмотрим, кто производитель у нас. Республика Крым, город Севастополь. Ну, давайте откроем и посмотрим, как они у нас выглядят. Вот, ну, я вам скажу, хамса, да. Вот, спинки хамсы, настоящая хамса. Это вам не какая-нибудь там килька. Вот, это у нас настоящая хамса. Сейчас я попробую. Ммм, да. Вкусно. Ну, понятно, что это. Ну, как я уже сказал, это не настоящие шпроты, в том смысле, что рыба другая. Но, как хамса. Давайте дадим главным дегустаторам, пусть они попробуют и выскажут свое мнение. Так, ну, вот так вот выглядит обыкновенная соленая хамсичка. Ну, правда, не такая уже презентабельная, потому что это уже остатки. То есть, она не совсем свежая. Ну, она вкусная, хорошая. Но вид уже у нее такой. Но мы сейчас не об этом хамсе. Как засолить хамсу свежую, смотрите, у меня на видео есть рецепты. А вот наши вот аквамариновские шпроты, то есть хамса в масле. И вот давайте дадим нашим главным дегустаторам. Вкусно? Вкусно? Супер! Понравилось? Вкусно! Ммм, такая интересная на вкус. Она необычная. То есть, не ожидайте, тут вкус будет... Совсем не шпротный. Да, это не шпроты по вкусу. Это хамса. Копченая хамса очень вкусная. Да, так интересно. Забавный какой. Забавный вкус. Очень хорошие консервы. Шпротами их, естественно, называть нельзя. Потому что это не шпрот. Но они вкусные, они хорошие. Все-таки аквамарин. Ну, напишите честно, что это хамса, прикопченная в масле. Я думаю, разбирать будут даже как сувенир из Крыма. Потому что хамсу не везде, можно купить. Тем более, такую. Я думаю, разбирать будут больше. Потому что рыбка хорошая. Вкусненько. Но это не шпроты. Если вы ищете шпроты, не покупайте. Вам это не понравится. Ну, в смысле, в том плане, что вкус совершенно иной. Возьмите, попробуйте. Но это не шпроты. Ну, так же, как салака тоже. Ну, салака там хоть по вкусу похоже. Здесь вкус вообще не шпротный. Мама, а я вкус съел. Да? Вкусный? Угу. Вот, интересный, интересный вкус, прикольный. Не знаю. Так вот, чисто побаловаться, чтобы покупать. Да. Чтобы постоянно покупать, нет. Так вот, попробовать, побаловаться. Постоянно надо покупать вот солененькую шпроты. Ой, шпроты. Хамсичку. И то лучше всего свеженькую и засолить самим. Тогда это будет вообще бомба. Ну, в принципе, все. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Аквамарин. Аквамарин. Спроты в масле. Совершенно не спроты. Но купить, попробовать можно. Всем пока. 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 Бай-бай.